Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Находимся мы с вами сегодня в магазине Uniqlo. Нахожусь я в шоппинг-центре в пригороде Торонто со смешным названием Миссисада. Кто знает, тот знает. Кто не живет в Антарио, тот пугается таких названий. Но, во всяком случае, так называется город. Это старинное название, которое придумали индейцы. В Канаде вообще очень много названий, придуманных индейцами, и также они остались, сохранились за городами, улицами. Да, собственно, само название Торонто, в общем, тоже как-то приписывается каким-то индейским племенам. Ну, я отвлеклась, на самом деле. А сейчас я хочу показать вам, что есть нового, что вышло на распродажу. На распродажу вышла коллаборация с брендом Marni, Uniqlo и Marni, что меня очень порадовало. Ну, давайте начнем вот с таких вот весенних курточек. Это уже как бы новая коллекция, весна. Как вы видите, они тоненькие, они совсем не зимние, не теплые. Просто вот такой вот дождевичок немножко напоминает мне... Видите, даже подкладки нет, ничего. Немножко напоминает мне, когда-то у моих детей были такие резиновые плащи, которые нужно было надевать в дождь сильный, от них не было никакого тепла, а просто был такой вот из такой тоненькой резины, именно яркого желтого цвета, с капюшоном, такие плащики, которые надевались именно в дождь. Такие детские, очень смешные, но вот это вот как-то похоже. Такой же даже фасон немножко похожий. Но они сделаны из ткани. Вот. Эти куртки зимние, сейчас они на распродаже. Вообще на распродаже очень много зимней одежды, практически вся. Ну, кроме свитеров, по-моему, платья зимние. Вот эти сумочки такие, знаете, ну, я их просто показываю, потому что они висят в магазине разных цветов, из баллони. Это такая сумка кроссбоди, вернее. Ну, вот как, знаете, такая пауч или как это называется, я забыла. Но во всяком случае вот их сейчас много, их продают. Они просто обычно такой мешочек. Внутри там, по-моему, есть одно отделение для, типа, для карточек кредитных. Ну, в общем и целом такая вот сумка. Кстати, в дождь, например, вот ходить с ней тоже удобно. То есть вот Uniqlo заботится, чтобы не намокло внутренности наших сумок. Значит, платья вот эти вот я показывала. По-моему, даже примеряла, я не помню. Были такие платья, были такие свитера. Они сейчас тоже на распродаже. Осталось немного. Остались только маленькие размеры. Куртки эти тоже вышли на распродажу по 80 долларов. Кстати, они пуховые, теплые, но очень короткие. Вот это меня немножко смущает в них. Ну, приятная такая в клеточку расцветка. Вот эти платья по 50. Стоили они, по-моему, 60. То есть распродажа-то, в общем, совсем небольшая. Можно подождать еще. Тем более, по-моему, онлайн на выпсайте у них они есть. Ну, вот я точно не помню. Красивого цвета. Вот этот пыльные розы. Есть еще, видите, одно платье осталось такого защитного цвета. И там дальше будут черные такие же платья. Черных вообще много. Но это такой цвет самый такой удобный, распространенный. Оно даже не совсем черное. Оно такое черно-серое. С горлом, с высоким. Вот нашла еще одно платье. Только я не поняла, оно на распродаже или нет. По-моему, я его тоже примеряла. Мне вообще нравится вот это платье. Оно очень красивое на фигуре. Как-то вот так сидит, знаете, несмотря на простоту. Собственно, как правило, самые простые платья лучше всего сидят на фигуре. И появились вот эти вот новые платьица в горошек. Такие классические платья с запахом. Это стопроцентная синтетика, полиэстер. Стоят они 60 долларов. Ну, как я уже много раз говорила, везде подорожало все. В том числе и в Юникло все подорожало. Когда-то такие платья не стоили, по-моему, стоили 40. Потом 50, сейчас 60. Я считаю, что это не стоит того. Я считаю, что если да, покупать такое платье, то надо дождаться распродажи. Потому что 60 долларов, хотя в наше время это вообще не деньги. Но, тем не менее, такое платье за 60 долларов покупать в Юникло. Ну, может быть, я просто не привыкла к их ценам. Но я, наверное, привыкну в скорости. А вот это платье там в составе какой-то, по-моему, присутствует. Не то вискоза, не то что-то еще. Но стоит оно столько же, 60. Но дело даже не в составе. Знаете, я очень спокойно отношусь к полиэстеру. Нормально совершенно отношусь. Но просто, не знаю, мне кажется, что Юникло не тот магазин, где можно покупать дорогие вещи. Потому что дизайн очень простой, очень базовый. Очень многим это нравится. Мне тоже нравится иногда. Но иногда хочется чего-то интересного, такого, знаете, вот необычного, креативного. А Юникло вот такая база-база. Кстати, вот эти вот платья, которые сейчас показываю, они есть черные, бежевые, белые. И оно все на пуговицах с поясом. Его можно, если расстегнуть, то носить как верхнюю такую накидку, например, на футболку и джинсы, или на футболку и шорты. Это удобно. Ну, вот базовый такой платье-плащ. Такое платье-пальто. Вот это новое тоже платьице. Тоже по 60 долларов. Коротенькие. Вот здесь такая симпатичная расцветочка в цветочек. Я когда-то называла их чайными платьями. Все меня спрашивали, откуда такое название. Я, если честно говоря, не помню, откуда такое название взялось. Ну, вот я не знаю, не помню. Может, это что-то наше, канадское, американское название. Я просто перевела на русский язык. Вот эти вот платьица, такие легкие платья в цветочек. Романтичные, расклешенные, с рукавчиком с таким. Почему-то принято называть чайное платье. Наверное, в нем очень приятно сидеть на веранде и пить чай. Вот такие вот ассоциации, знаете. Пить чай с печеньем, с пироженком. Вот как раз вот такое вот платье, как раз в самый раз. Продолжение, в продолжение темы чайных платьев. Такие же, только длинные. Немножко другая расцветка и немножко другой фасон. Оно тоже полностью на пуговицах. И в районе талии оно отрезное. И спереди, вот я сейчас покажу на зеленом цвете, лучше видно. Вот эта зеленая расцветка мне вообще очень понравилась. Видите, сделаны такие какие-то резинки, как-то так пришитые. В общем, очень симпатичный силуэт, романтичный. Я не брала его мерить еще, потому что это новая коллекция. Их будет много еще в магазине. Кстати, вот они с карманами, что я всегда люблю в платьях и никло. Мы еще их намеримся, этих платьев, потому что я думаю, что их еще будет много. Симпатичные расцветки. Есть такие черные гладкие, есть черный в цветочек. Есть всякие цветные. В общем, симпатичные. Примерки, кстати, будут в следующем видео. Но именно вот коллаборации у никло и марни. По-прежнему много свитеров. Причем свитера не на распродаже. Еще пока вот рано, да, куртки вышли на распродажу, а свитера нет. Кстати, куртки на распродаже, их не так уж и много осталось. Единственное, что вот вышло на распродажу, это кашемировые свитера. Видите, они были подороже. По-моему, 150, да? Или 200, я не очень вижу. По-моему, 150. А сейчас они по 100 долларов. И есть тоже разные цвета, разные размеры. Онлайн их еще много, тоже можно купить. Вот эти свитера новые. Новая коллекция. Они такие полегче. Они из хлопка. И мне понравился их фасон. Вот они такие прямые, ровные свитера. Довольно длинные. Видите, вот тут на картинке показаны. Два таких сбоку разреза. Их хорошо носить с джинсами, с брюками. Вот они так все прикрывают хорошо. Тоже не примеряла. Еще раз повторюсь, примерки будут только Марни. А все вот эти вещи из новой коллекции мы еще успеем примерить. А Марни сейчас на распродаже у них на селе. И осталось довольно мало вещей. Поэтому я решила примерить их. Но опять же, это все будет в следующем видео. Не в этом. Это свитера тоже кашемировые, только с горлом. Тоже такие интересные цвета всякие. И вот есть такие базовые бежевые. Они тоже по 100 долларов. Вот это тоже кашемир. Вот они их вывесили, чтобы вы могли хорошо рассмотреть. Ну, что вам сказать. 100 долларов для кашемирового свитера это не так уж много. Ну и не так уж и мало. У нас за 100 долларов, в принципе, кашемировые свитера уже разбирают. То есть они еще есть, но на веб-сайте размеры уже не все. И как-то так вот уже цвета уже не все. В общем, начали их разбирать. 150 их было много. Они висели везде и всюду. Их было много на веб-сайте. А за 100 долларов уже как-то стало пожиже. Всякие кофточки, свиторочки. Вот это тоже все новое. Разные красивые цвета. Вот это, кстати, цвет Тиффани. Вы знаете, что этот цвет называют цвет Тиффани. И что такое цвет Тиффани? Это в цвет коробочек Тиффани. Вот их как бы фирменных коробочек голубых, в которые кладут украшения Тиффани. Я даже где-то слышала шутку, что каждая девушка мечтает получить голубую коробочку в своей жизни. Имея в виду, что каждая девушка мечтает об украшении Тиффани. Это юбки. Мне тоже они понравились. Кстати, по-моему, это тоже новые. Но, во всяком случае, они не на распродаже еще. Они из трех цветах. Вот слоновые кости, бежевая и черная. Мне кажется, что если бы я брала, наверное, черную. Ну, я бы вообще вряд ли брала. Может быть, я когда-нибудь померю. Но мне трикотажные юбки вот такие совсем не подходят. Потому что у меня животик такой довольно, и попа такая довольно видная. Видная попа. И поэтому я такие трикотажные юбки, они меня обтягивают. И я выгляжу как-то в них не очень хорошо. Это тоже новые свитера. Тоже вот цвет Тиффани. Много у них сейчас их такого цвета. И это как бы уже тоже хлопковые свитера. Это уже на весну. Вот эти с горлом, это из старой коллекции. По-моему, еще и зимний. Они, по-моему, шерстяные. Я не помню. Да, они тоже вышли на распродажу. Они сейчас по 40 долларов, по-моему, они были по 60. Есть красивые цвета. Есть такой зеленый, сиреневый. Есть белые. Есть обычно. Вы знаете, это такие гольфики. Они очень удобные. Вот под что-то пододевать их. Или вот под пиджак. Или под какой-то, допустим, свитер с коротким рукавом. Бывают такие, знаете, зимние свитера. Жилеты. Платья бывают зимние с коротким рукавом. Под которым можно пододеть гольф. И, в принципе, вы таким образом утеплитесь. Вот это я забрела в мужской отдел. Мне всегда стало в последнее время интересно посмотреть, что продают у мужчин. Значит, у мужчин кашемировые свитера стоят по 130 долларов. Потому что оригинально они были дороже. Они были по 200. Что вообще, как бы, почему, собственно говоря. Но есть тоже очень красивые цвета. И что мне нравится в мужских кашемировых свитерах в Юникулу. Они побольше. То есть, женские такие. Они немножко куцые. Коротковатые, узковатые. А мужские такие широкие, большие. Если взять размер large, то можно такой прям купить хороший такой кашемировый большой свитер. Но они дороговаты. Неожиданно понравилось мне вот это мужское пальто. Такое в стиле Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Не знаю, так у меня ассоциация возникла. В клеточку такое чисто английское такое, знаете, пальто. С таким воротником. Рука фреглан. В общем, такое строгое пальто. Но мне кажется, очень стильно. Если, ну как бы, его стилизовать хорошо, то мне кажется, для женщины оно тоже вполне будет очень даже интересно. Может быть, померю в следующий раз. И куртки мужские такие яркие, красивые, в отличие от женских, которые такие все какие-то были в этом году мрачные цвета. Мужские куртки очень даже такие симпатичных расцветок. Они еще и, кстати, есть их много. Опять же, вот другого цвета. Видите, какого такого малиного, красного. Опять же, они по размеру, в принципе, более объемные, что мне кажется лучше. Потому что женские пуховики у них в основном такие очень, ну такие, знаете, приталенные, небольшие. А вот мужские как раз такие большие, объемные. Цвета красивые. Видите, этот зеленый очень красивый цвет. Потом вот этот был малиновый, такой красно-малиновый очень красивый цвет. И я бы даже так задумалась над ним, если бы искала себе пуховики. Единственное, что женские есть длинные, такие как пальто, которые попу закрывают, которые там почти до колена. А мужские все короткие. Вот это неудобно. И, кстати, женские практически все разобрали. Помните, я ходила, много чего примеряла. Но вот сейчас уже в магазине ничего нету. И сейчас мы подобрались к Марни. Это коллекция Марни, коллаборация с Uniqlo. Вообще, Марни довольно дорогая компания. И было, были много красивых вещей. Опять же, онлайн. Еще достаточно много красивых свитеров, разных платьев. А здесь в магазине не так уж и много. Но я кое-что нашла. Вот сейчас вам покажу. Вот эти джинсы мне понравились. Ну, как-то желтые не очень. А вот голубые довольно такие симпатичные, красивые. Вельветовые брюки. Тоже интересных цветов. Это тоже Марни. По-моему, они стоили по 100. Сейчас они по 70. Или даже дешевле. Но вот на этикетке написано, что они стоят 69 долларов. Я не помню. Я в следующем видео их буду примерять. Я зайду на веб-сайт, проверю их цену. И вам напишу, сколько они на самом деле стоят. Если цена отличается от той, что стоит на этикетке. Что в них удобно? У них сзади резинка на поясе. Это очень удобная штука. И вот такие они большие, клешные. Здесь написано, в общем, сколько что сейчас стоит на распродаже. Какая-то такая сложная система у них. Я не очень стала разбираться пока. Потом уже посмотрю. Значит, появились или есть, вернее, куртки Марни. Тоже на распродаже. Стоят они дорого. 200 долларов стоили дороже. Стоили 300-400, по-моему. В общем, у них на Марни сейчас 50% по-моему на все. Кроме вот джинсы. Вот я не уверена насчет джинс. Потому что стоили они... Ну, в общем, короче. Я посмотрю потом на веб-сайте. Куртки на распродаже. Куртки пуховые. Я посмотрела состав наполнителя этих курток. Там пух-перо. Жилеты вот за 100 долларов. Красивых цветов. Вы знаете, мне очень понравились их расцветки. Вот это в клеточку там. Ну, это как бы... Их расцветка такая во многих вещах присутствует. Вещи вот трикотажные. Например, вот эта вот кофта такая с капюшоном. Вот именно такая кофта, знаете, такая большая. С капюшоном такая. Немножко такой стиль 80-х меня как-то вот отсылает она, по-моему. Тоже 50%. Она, по-моему, сейчас стоит 50 долларов. Я спросила там на кассе у мальчика. Вот кашемировые свитера от Марни. Красивые. Очень красивая расцветка. Они с горлом. Очень приятные на ощупь. В следующем видео я его померю. Кстати, я была вот в Юникло. Вот это снимала. Потом не было у меня времени на примерки. Я вернулась на завтра для примерок. И уже было намного меньше вот этих вещей Марни. Вот этих свитеров, например, вот этой расцветки не было. Кашемировых. Остались только другой расцветки свитера. Вот эта расцветка мне нравится. Такая голубая с розовым таким. Довольно красивая. Вот эта оранжевая с коричневым. Немножко такая, ну, как-то такая пчелиная. Пчелка такая. Но, видите, остались только вот желтые. Вот эти оранжевые с коричневым свитером. Вот эти кофты очень интересные. Тоже я взяла померить. В следующем видео покажу. Тоже они сейчас, по-моему, по 50 долларов. Там в составе 30% шерсти. Все остальное синтетика. Очень приятные по ощущениям. Такие, знаете, мягенькие, симпатичные. И кашемир очень приятный у них. Мне понравилось тоже на ощупь. Ну, опять же, 100 баксов как-то. Что-то я не знаю. Я вам кофту кашемировую купила за 60 в Банана Репаблике. Я вам показывала в предыдущем видео. Так что я как-то пока 100-долларовые кашемиры решила не покупать. Интересные вот эти вот платья. Тоже примерю вам в следующем видео. Красивая такая расцветка. Она немножко такая, знаете, может быть, тумач полосочек. Они сейчас, они стоили 80, сейчас они стоят 40. Интересные. Много разных полосок. Разные, видите, разного калибра. Разных расцветок, разной толщины. Видите, вот внизу такие, сверху такие. Но фасон-то сам очень простой. И поэтому, в общем, это не выглядит слишком уж тумач. И, кстати, вот оно без рукава, это платье. Вот про такие платья я говорила, что можно надеть вниз водолазку. Например, черную или под цвет платья, и вы, как бы, у вас будет такой зимний больше комплект. Это всякие аксессуары тоже от Мар. Не очень много. Шарфы, шапочки, вот эти шарфы шелковые, вот эти вот вязаные, трикотажные. Тоже там какая-то часть шерсти. Они тоже многие вышли на распродажу. Кроме шелковых. Вот эти шелковые шарфы, они по 29 долларов. Они также и остались в 29, пока не на распродаже. Варежки, ну, в общем, всякое такое. Это, скорее, канадская тема, варежки. Тоже разных цветов, в общем, такие. Ну, все, видите, одного стиля. Вот кашемировые шарфы вот такой же расцветки, как платье и как их кашемировые свитера. Ну, в общем, все как-то между собой связывается, перекликается. Можно составить много комплектов. Кофту, шарфик, варежки, шапочку. Все в одном стиле, одного тона. А вот эти такие капоры, знаете, я не знаю, как это называется. Это такой капор, капюшон такой с длинными такими продолжениями, как шарф, переходящий в шарф. Это, кстати, очень удобная, классная вещь. Я подумываю над ней, потому что в наших канадских реалиях, знаете ли, ну, это, наверное, в холодную погоду довольно классно. Вот я показываю вам эти стопроцентный шелк, вот эти вот шарфики. Они очень симпатичные, красивые расцветки такой. Я, кстати, вот тоже задумалась, мне что-то захотелось вот такой шелковый шарфик. Просто думаю, может, они станут подешевле. 30 долларов – это немного для шелкового шарфика, но, ну, как-то, может, будет подешевле. Вот решила примерить я эту куртку. Мне очень нравится ее расцветка, вот такие вот квадратики. Все-таки Марни молодцы. У них красивые такие яркие цвета, очень яркие. Мне мешает вот эта надпись на зеркале себя видеть как следует. Я думаю, что вам тоже немножко, ну, в принципе, понятно. Медиум размер я примеряла, то есть они довольно-таки, видите, куртки довольно большие. Понравилась мне эта куртка. Ну, в общем, в следующем видео будут примерки, девочки. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. С вами была ваша Дита из Канады. Люблю, целую. Всем привет из Юникло. Всем привет от коллаборации с Марни. Всем пока. Продолжение следует...